Здравствуйте, друзья! Ну, можно и так сказать, если не считать, что обычно первая леди – это жена первого мужчины. Ну, так принято говорить, да, но тем не менее. Но я просто первая сама по себе. То есть других вице-президентов в Мэйлру женщин, я имею в виду, нет? Нет. Сколько подчиненных у женщины вице-президента? Ну, я вот специально для вас посчитала около 300. Слушайте, ну 300 человек – это по военным меркам целый батальон. Можно город небольшой захватить и удерживать. Я не служила, не знаю, но полагаюсь на это. Много городов захватили уже таким вот составом? Ну, практически всю Россию и ближние зарубежья, так это точно. А всего в Мэйлру много сотрудников? Около трех тысяч. А как называется самый рядовой сотрудник в этой компании? Нет такого. В Нижнем Новгороде где-то, который там располагается? Ну, в Нижнем Новгороде конкретно у нас располагается служба поддержки, тестирования, антиспам-аналитики, ну вот такие вот поддерживающие службы. Если его спросить о Мэйлру, он что скажет? Это что за компания? Зачем она? Я думаю, он скажет, что это одна из крупнейших интернет-компаний в России, крупнейшая электронная почта и много других хороших сервисов. А можно вот я спрошу? Смотрите, а ведь у вас же такая айтишная компания, да? Да, конечно. То есть вообще-то в основном у вас работают мужчины. Вот из этих трех тысяч человек, наверное, процентов 80-90 точно мужчины. Ну, вы знаете, я посмотрела статистику, по всей компании где-то 70% мужчины, да. Это неплохо для айти-компании 70%? Ну, у нас тоже есть бухгалтерия, отдел маркетинга, конечно же. Женские подразделения. Там преобладает женский коллектив. Ну, в целом, конечно, основной состав компании – это программисты, инженеры, системные администраторы. Это все суровые айтишники. Вот смотрите, вы в компании давно, да? Компания такая мужская, и бизнес мужской, айтишный, железный, да? И вот вы в компании давно, и вы один из топ-менеджеров. Вот давайте про это поговорим. Это как? Женщине-лице-президенту, командующие айтишниками. У вас и подчиненные же мужчины, да? Да, конечно. Они воспринимают вас как руководителя, или как женщину, или как что? Да, как руководителя, безусловно. Я достаточно суровый руководитель. Это значит, что я не кокетничаю, не пытаюсь брать на жалость и так далее. Я достаточно требовательна и достаточно конкретные цели ставлю и требую их выполнения. То есть мне вообще, честно могу сказать, не очень близка тема вот этой вот женской сущности, роли женщины, ну и вообще все, что очень сильно и пристально обращает внимание на гендерные различия. Я считаю, что... То есть работа, просто работа, че, как разница? Мы делаем свое дело. Вы прекрасно выглядите и не выглядите, как вот мужчина, значит, от бизнесов, от костюма тройки, там, я не знаю, в галстуке. Я тут недавно была на конференции, как раз меня обвинили в том, что что-то пришла не по форме одета. Говорит, а мой манифест к корпоративному миру, я же все-таки женщина в бизнесе. Вам удается. Спасибо. Ну, в том-то и дело, что манифеста у меня нет. Я не хочу выглядеть как мужчины, чтобы от них не отличаться. Я не хочу выглядеть нарочито женственно, чтобы подчеркнуть мое различие. Я просто не хочу очень сильно на этой теме концентрироваться в своей жизни. В принципе, это нормально, это хорошо. Она как-то сама собой разруливается. А про цели вот упомянули, все-таки стратегические проекты. Я тут полистала маркетинг-менеджмент на ноябрьской обложке. Значит, прекрасная цитата, которая мне запомнилась. Если ваш проект решает проблему, вы всегда будете прибыльными. Какие проблемы решает сегодня стратегические проекты Mail.ru? Достаточно большое количество проблем. В моем управлении находится наш флагманский продукт. Это бесплатная электронная почта Mail.ru. Крупнейшая в России. Я думаю, понятно, что она решает проблемы... Бесплатной электронной почты. Общения, коммуникации, делового общения, личного делового общения. Достаточно большой такой пул вещей, без которых современный интернет и современную человеческую жизнь представить невозможно. Также у нас есть... У меня есть, например, проект прекрасный, любимый, который мы сейчас реанимируем во многом и даем ему новую жизнь. Такой ответ Mail.ru. Вы знаете, это проект, где можно задать вопрос, и вам просты... Ну, не поисковику, а живым людям. Живые люди вам очень быстро начинают отвечать. То есть вот он, например, решает... Типа аналог соцсети какой-то, что ли? Это не соцсеть, ну, можно сказать, сейчас все у нас аналог соцсети, но он появился еще до того, как в России стали популярны соцсети. А вы просто спрашиваете, как отстирать, не знаю, пятно краски от джинсов. И вам живые люди начинают давать советы в реал тайме. Это очень такая интересная как бы... Интересный экспилиенс, он возможен только на такой большой аудитории, как есть у нас. Но это вот такое... Он решает проблемы поиска ответов на вопросы, которые не всегда вы можете сформулировать точно и задать поисковику. Но вот при всем при этом, смотрите, у меня муж тоже суровый айтишник. И он вот когда узнал, что я буду с вами... Тоже суровый айтишник. Тоже суровый айтишник. Это про тех, вот про кого Анна уже говорила. Он когда узнал, что мы будем с вами общаться, он так, в общем, скептически. Он, в принципе, меня страшно критикует. У меня уже лет 12, инбоксовский ящик, и я никуда... Мне удобно, мне комфортно. Да, и он так вот... Ну, ты же старомодна. Вот вас не обижает такое мнение? Обижает, конечно. А что с этим делаете? Я считаю, что мы... Оно есть в какой-то среде такой достаточно узкой, но мы с ним активно боремся, доказываем, что это неправда. То есть, в принципе... Это неправда или просто это надо что-то с этим делать? Это неправда. У любого бренда, который достаточно долго существует на рынке, с как бы, когда вырастает некое поколение на нем, создается некий имидж, что это что-то уже достаточно давно существующее, возможно, поэтому старомодное. Есть тот же пример компании Microsoft, да? У нее тоже... Это хорошая компания, которая делает софт, на котором работает весь мир. Но тоже она сейчас, условно говоря, старается избавиться от имиджа того, что она старомодная. Она выпускает Xbox уже не под своим брендом, а в попытке захватить молодежную аудиторию. А может, ничего не надо с этим делать, на самом деле? Ну, наверное, надо. У вас же такая своя целевая какая-то ниша, мне кажется. У меня вот папа разменял седьмой десяток уже и, наконец, пришел вообще в интернет, пришел через вас, на самом деле. Нет, конечно... Это показатель. Мы не хотим, чтобы наша аудитория была только пенсионера. Нет, конечно, папа тоже. Наша цель, чтобы наши сервисы были настолько простые и понятные, чтобы ими могли пользоваться в том числе и не очень опытные... И младенцы, и пенсионеры. Да, люди, которые такие, как ваш папа, вряд ли он очень продвинутый, айтишник, в отличие от мужа. Но простота не есть плохо, да, и не есть минус. Собственно, это не означает, что мы непродвинутые и какие-то олдскульные, например, сейчас мы выпустили мобильные приложения под все современные платформы, ну, собственно, Android, iOS, там, собственно, Windows Phone и даже под Symbian мы сделали для тех, кто еще не перешел на современные. И это, я могу сказать, вот просто я сравниваю по рынку, это, ну, одни из самых качественных и удобных мобильных приложений. Нас даже просят вот такие же продвинутые пользователи, чтобы мы дали туда логиниться, возможно, с другими почтовыми ящиками, не только моего рушинами, ну, потому что они действительно хорошие. Слушай, я вас сейчас вот слушаю и думаю, какое должно быть количество огромных у вас мужчин-друзей, потому что с ними замечательно можно говорить на вот такие темы. Я ничего не понимаю. Нет, нет, я все понял. Вот просто, да? Да, точно. Много вообще? Больше с мужчинами дружить или с женщинами? Ну, я поровну, наверное. Ну, мужчин, наверное, больше, мне интереснее. Да и им интереснее, я так могу подозревать. С мальчиками играть интереснее. Слушайте, ну вы... Много тем для разговора общих. Ну, вы фанат, да, своей компании, своего продукта? Ну, конечно. Вот вы даже прямо сейчас говорите, и все, у вас вот все, вы так вперед подались, так сказать, глаза загораются. Ну, это невозможно делать что-то, если ты в это не веришь, и это ты не любишь, конечно. Конечно. Я думаю, что можно сказать, что я фанат. Но жертвовать же многим, наверное, приходится. Вот даже про вас пишут, что вы живете работой. Да, сколько вот времени вы проводите? Вот, ну, есть, смотрите, есть такая теория, ну, или не теория, там, такой ответ, что если ты занимаешься любимым делом, то, в общем-то, ты не работаешь никогда. То есть ты просто... Ты просто этим живешь, да. Вот то, чем вы занимаетесь, это вот жизнь? Ну, да. Ну, это правда. Как-то грустно так сразу. Ну, вот, судьба такая. Я не считаю, что это плохо. Если мне это надоест, я перестану этим заниматься. Вот и все. Я просто, ну, вот в плане жертвовать и проработу, я могу сказать, что вот кто жертвует, это когда вы приходите в какое-нибудь учреждение, и на входе сидит охранник, да, за таким парту ему там поставили, и он сидит там. У нас таких 2 миллиона врачей сейчас. Вот такой раскачивается от скуки или читает. Они мультики смотрят по ночам, порой выходишь ночью из уевса, а там мультяшки, все хорошо. Вот это, мне кажется, жертвует своей жизнью, да, вот это мучение, когда ты сидишь как в очереди к зубному врачу всю жизнь. А они такие счастливые люди, кстати. А? Они такие счастливые. Мне не кажется, что они счастливые, но вот они потерянные в каком-то смысле. Потерянные. Вот они отбывают, да, свой срок на работе по эти 8 и 12. Отлично сказано, да. Как заключение, потому что они вот прям изнывают там от тоски. А вы помогаете вот этим вот людям, которые у вас работают, как-то осознать, что вот ошибся там, не твое, не жертвуй. Многих вот пришлось наставить на путь истинный. Либо расстаться. Это дар, просто дать новую жизнь, как бы, пожалуйста, там пошел, раскрылся, кто, может быть, тоже стал вице-президентом, там, не знаю, в ритейле, где-то еще, да. Ну, вы знаете, у нас, в принципе, такая достаточно сложная технологическая отрасль, поэтому случайных людей достаточно мало, вот именно в плане того, что пришел, хотел в ритейл, зашел к нам. То есть редко. Ну, я увольняю, конечно, людей. То есть есть люди, которые нам не подходят, но они все-таки все равно уходят не в ритейл, а куда-то где-то же в интернете остаются чаще всего, потому что это очень специфическое. Ну, вот я могу сказать, что вся команда, которая работает у меня, особенно вот, ну, самый ближний, вот, высокоуровневый круг, это все реально профессионалы, состоявшиеся, очень целеустремленные, такие тоже достаточно фанатично преданные делу, и они точно не заблудились, не ошиблись, а, в общем, пришли по тому самому адресу. Слушайте, Анна, а как это, уволить человека? Вот вы кого-то нанимаете для этого, это менеджер по персоналу увольняет, вы вызываете менеджера по персоналу и говорите, и так, вот этого, этого, этого рассчитать. Делать грязную работу. Да, или вот вы с ним встречаетесь, смотрите ему в глаза и говорите, Петр Иванович, ну, там, к сожалению, так сказать, да, мы с тобой должны расстаться, а у Петра Ивановича трое детей, он там, и вы точно знаете, что он не... Ну, он вообще-то фиговый, так сказать, наверное, сотрудник, но он живой человек. И он любит эту работу, судя по тому, что мы слышим, просто он как-то не справляется. Да. Я увольняю своих прямых подчиненных сама. Если это... Я человек, я нанимала на работу, я его, собственно, это моя была ошибка, то я его увольняю сама. Если это мой там подчиненный через одно колено, ну, в общем, не мой, а моего сотрудника, то, значит, он его увольняет. Ну, в редких случаях, бывает, да, как бы увольняет HR, но чаще всего, собственно, информацию доносит тот человек, которому, собственно, принадлежит ошибка. Вы спокойно? Вот вы уволили и тут же занялись своими делами, и ночью уснули спокойно. Или вы как-то переживаете, что... Или вы же знаете заранее, да, вы как-то вот, блин, я должна вызвать его, сегодня я ему должна сказать неприятную новость. Не спрашивай, не спрашивай, да. Не, я не очень сильно переживаю, правда. Ну, то есть, я не могу сказать, что я получаю от этого удовольствие, и какое-то злорадное наслаждение. Нет, но я и не переживаю достаточно сильно. А энергию откуда черпаете в итоге? Вот уволили всех, кого надо, всё, как бы, работу любимую сделали. Она, безусловно, даёт многое и восстанавливает, но нужен ещё какой-то источник. Есть? Ну, в принципе, как сказать, стресс, он бесконечный источник энергии. Я, в общем, из тех людей, да, которые в стрессе начинают соображать и шевелиться быстрее. Он нужен стресс, вы его приглашаете в свою жизнь. Я не то, чтобы приглашаю, я, конечно же, тоже хочу, чтобы я сделала всё хорошо и, собственно, легла там сверху на лаврах и почевала. То есть, инстинктивно этого хочется, но этого ещё ни разу не получилось. То есть, отрасль очень суровая, и, как знаете, Алиса, в стране чудес, в наше время, или где там, у нас здесь нужно, как сказать, бежать просто, чтобы оставаться на месте. Вот у нас, в принципе, в IT так и есть. Время нужно бежать, чтобы просто оставаться на месте. А с конкурентами как-то встречаетесь? Общаетесь ли вообще реальные люди или какие-то, я не знаю, Google вообще, кем представлен в России? Ну, нет, конечно. У вас есть какие-то отраслевые ассоциации или где вы вообще пересекаетесь? У нас есть какое-то количество конференций, где мы пересекаемся отраслевых. Правда, сейчас они так более сегментировались. Раньше вот был RIF и KIP, такая одна большая интернет-конференция. Сейчас их стало больше. Есть более такие узкие, там есть про мобильную разработку, есть про Highload, ну, высокие нагрузки. Сейчас, друзья, давайте мы так сделаем. Мы сейчас остановимся и поговорим о том, как взаимодействовать с конкурентами, нужно ли их уничтожать, так сказать, с ними дружить, или их любить, или к ним устраиваться потом на работу. Мы узнаем об этом после небольшого перерыва. Дорогие друзья, рекламная пауза. Дорогие друзья, снова здравствуйте. Продолжаем программу «Лэрис Фёст». И с вами Василий Богданов и Ирина Бахтина. И я напоминаю, что в гостях у нас Анна Артамонова, вице-президент по стратегическим проектам Mail.ru Group. Еще раз здрасте. Здравствуйте. Основились на вопросе, как быть с конкурентами. Война на уничтожение, мирное сосуществование, или нужно с ними дружить, чтобы потом к ним на всякий случай, при случае чего, еще и на работу устроиться. Такая довольно распространенная стратегия. Ну, а почему нет? Ну, смотрите, как с компаниями, как с конкурентными сервисами, естественно, мы с ними боремся. Но бороться надо честными методами, такими неподлыми, да, чтобы, конечно же, не выглядеть просто на рынке плохо, но и не портить отношения навсегда. То есть все-таки отношения остаются, да? Все-таки компании могут между собой бороться, а люди... Ну, люди – это люди. Ну, и компании должны быть честными, да, и бороться с какими-то приличными методами, просто потому что это... Как создавая лучшие продукты. Это честная борьба, да? Ну, создавая лучшие продукты, да, лучший маркетинг, лучший... А устраивая гадости друг другу, это нечестное. Ну, да, да. То есть если вдруг конкурент что-то такое сделал нехорошее, и ты, в общем, отношения тоже приобрели некую эмоциональную окраску, для вас это не страшно? Все можно пережить, отношения довольно зрелые. Ну, в целом, да, мы, в общем, знакомы с этими людьми, и с тем, что они делают. Женщины есть среди этих людей? Среди конкурентов? Да. Или вы одна вот в индустрии такая? Нет, ну, конечно, я не одна в индустрии. Нет, есть, конечно, женщины. Их тоже мало, но они есть и в Яндексе, и в Гугле. В принципе, есть вот сейчас очень сильная, интересная женщина, которая долго работала... Ну, это вот не в России, в, собственно, в Америке. Я забыла, она работала в Гугле практически там 10 лет. Она тоже чем-то связанным с продуктом занималась там на топовом уровне, и она ушла сейчас генеральным директором Яху. Мариса Мэйр ее зовут. И сейчас очень интересно, как она достаточно такими серьезными, сильными решениями пытается вытащить Яху из того кризиса, в котором она оказалась. То есть получится, нет, я не знаю, но, в принципе, то, что она делает, уже большого уважения, очень заслуживает. И, так скажем, гордости за... Она. Редкой гордости за пол, действительно, за наш. А вам приходилось быть в какой-то тяжелой ситуации по бизнесу? Ну, вот там, локальный кризис, там, что-то еще там, что-то спасать и побеждать? Или просто каждый день? Может, это вообще повседневная, конечно. Повседневная жизнь такая, да? Не, ну, в целом, да, повседневная жизнь, это вечная, то есть ты каждый день посыпаешься, и что-то происходит, ты читаешь новости, и понимаешь, что там конкуренты выпустили, например, что-то, что ты там выпускаешь через две недели, разрабатывая уже полгода, да, то есть там стресса достаточно много, или там что-то у кого-то было платным, и ты думал, что ты сейчас сделаешь бесплатный сервис, и к тебе все придут, а он тоже сделал бесплатный, то есть таких историй очень много, да? Да, там каждый день бежать. Или там, не знаю, выходит новая какая-то там операционная система мобильная, или как бы, или там для тех же мобильных, например, сейчас история очень сильно влияет, и там какие-то правила тех же апсторов, андроидов, да, маркетов, то есть что-то меняется, и ты понимаешь, что тебе нужно продукт перестраивать. То есть таких вот... Микрострессов каждый день. Да, очень много входящей информации, в которой ты думаешь, что? То есть вчера еще было все хорошо, и сегодня тебе уже заново все пересматривать, переехать. А вот скажите, вы в начале программы сказали, что в принципе, ну, не сторонник так, как-то уж прям делить вот там мужское, женское, так сказать, начало в бизнесе, в управлении. Тем не менее, вот так получилось, что мы все трое в той или иной степени имеем маркетинговую какую-то базу там, да? Значит, вот, ребят, правда же, женщины все больше активно как потребители на рынке, и это признано, ну, всеми. И когда в компании отдельно существует женский взгляд на продукт, на маркетинг, на продвижение, там, на все, на все, это же важно, то есть это же ценно, наоборот, мне кажется, надо вытаскивать из сотрудников, особенно если они маркетологи, особенно если они топ-менеджеры, именно женский взгляд, потому что женщины – большая часть потребителей. Ну, да, в принципе, любой взгляд, уникальный взгляд. То есть, надел пиджак, пришел в офис, надел пиджак и забыл, что у тебя там на уме. Если из десяти вице-президентов у вас девять мужчин и одна женщина, это означает, что женский взгляд на потребление программных продуктов, почты, я не знаю, сервисов, там, ответов на вопросы не представлено, представлено как один к десяти, а в пропорции пользователей их может там 60 на 40, наоборот. Ну, смотрите, есть два мнения моих на эту тему. Во-первых, все-таки IT-отрасль, она все равно больше мужская в плане даже потребления продуктов. Объясню, почему. То есть, женщины, безусловно, продукты потребляют, но как менее продвинутая аудитория, они всегда являются ведомыми, да, то есть в интернете очень сильно развиты рекомендации, то есть все заводят, ну, вообще начинают пользоваться какими-то техническими вещами, там, сервисами, почты на Mail.ru, там, социальные сети, Одноклассники, еще чем-то, они начинают пользоваться по рекомендации. А рекомендуют... Сейчас вот мой муж на этой фразе поменял свое отношение к Mail.ru вообще, прям вот, это то, что он ждал, наверное. А рекомендуют, в основном, собственно, более продвинутая аудитория. А более продвинутая аудитория чаще всего мужчины, поэтому, в принципе, ориентироваться, в первую очередь, на мужчин, это неплохо, это первая мысль. Вторая мысль заключается в том, что даже если, как бы, маркетолог, директор по маркетингу мужчина, но он знает, что половина его потребителей женщина, он должен уметь это учесть, он должен провести правильное исследование, он должен сделать фокус-группу, не обязательно самому быть женщиной, как в том фильме, что хочет женщина, брить ноги и одевать колготки. То есть, все-таки профессионал должен с этим справиться. Ты не можешь влезть в шкуру любого своего потребителя, ты не можешь себя со старой до 70 лет и сделать немножко глухим и слепым, ты не можешь себя омолодить до 12 лет и представить, что ты первый раз идешь в интернет, ты не можешь там сделать себя беременной женщиной с тремя детьми, но ты должен уметь на них ориентироваться. Мы лично давно с таким рядовым потребителем разговаривали? Ну, я регулярно с ними разговариваю. То есть, есть какой-то такой... Вот вы, например, говорите, что у вас ящик 12 лет. Это происходит прямо сейчас. Да, прямо сейчас. Нет, ну я часто, хотя иногда это даже, как сказать, тяжело и неприятно, потому что ты себе навертел в какой-то в голове, у тебя там фича, 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 а пользователь говорит, а почему спам? А у меня письмо не отправляется. То есть, у него такие какие-то простые бытовые проблемы, а у тебя ты уже там на третьем уровне мобильного приложения там третью ступень отстегнул, и ты такой опускаешься вниз, и скажешь, что? Что у тебя здесь? Но, тем не менее, это очень полезно, это действительно вот встряхнуться и так немножечко попроще на свой продукт посмотреть, потому что у нас обычно очень сложный взгляд на свой продукт, потому что мы его знаем досконально, там 150 возможностей, а пользователь, он же не заморачивается. Ему нужны какие-то три базовых функции, и он про остальные-то знать не знает. А вот смотрите, я все-таки от продукта, как только мы затрагиваем продукт, все, то есть вот вы настоящий, как это называется, проводник бренда-то, или как? Амбассадор, я не знаю, кто послание. Да, евангелист. Но, я-то про другое хочу. Смотрите, вот вы вице-президент, значит, пришли вы туда директором по маркетингу, а вот вы карьерой своей как-то управляете осознанно, то есть, ну, тут два варианта, либо вы просто, ну, работаете, время от времени руководство, акционеры вызывают, говорят, слушай, Анна, мы тебе хотим предложить там новую должность, вот у нас новый проект. Или все-таки... Теоретически хлопает. Да, да, да. Или вы осознанно к чему-то стремитесь, говорите, хочу быть там через столько-то лет там вице-президентом, там, да, или что-то еще. Или вот, например, опять же, к вопросу гендерных различий, вот вы молодая женщина, да, а дальше что? Президент в мужской компании, там, в Google, так сказать, Все мои вопросы задаешь. Вот, Вы управляете, вот у вас есть план карьерный? Ну, вы знаете, это сложный вопрос, на самом деле, на данном этапе для меня. В принципе, я думаю, что в этой компании я какого-то уже потолка достигла, да, Мы что-то так тоже думаем уже. Да, про меня? Ну, вице-президент по стратегическим проектам. все. Дальше Почта России, может быть, я не знаю. Я вот тут думала, что может быть дальше. А ей же сейчас электронное правительство. Зовут, да, все. Ну, смотрите, я могу честно сказать, я не очень большой карьерист в плане вот именно там должностей и там я хочу быть там вице-вице или президентом. Мне, я поняла, что вот все-таки есть какой-то просто, ну, ниша, что мне интересно делать, да, вот когда мне было интересно заниматься маркетингом, я им занималась и это мне было в кайф. Потом, ну, получилось так, что я перешла вот именно в продукт, в развитие продукта и сейчас мне, ну, как бы я где-то года 3-4 уже этим занимаюсь, и мне это очень интересно и пока мне не надоело. Я даже понимаю, что я бы не хотела в какую-то более корпоративную такую вот историю управленческую. Мне просто нравится руками, с мужиками это копаться в... То, что делать сейчас. Да, вот в интерфейсах, в как бы в тестировании, там, ну, в каких-то вот придумываниях функционала. Это то, что, ну, во-первых, мне кажется, что это самое важное, да, в интернет-продукте, ну, там, маркетинг тоже важный, но и это вот прям core. Во-вторых, это действительно меня заводит и интересно. Я бы пока хотела бы вот покопаться и этим позаниматься и сделать просто очень хороший продукт, который людям использовать в удовольствии. И года через 2-3-4, оно все это такое же. Все будет сделано, все, что могла там, да, или хотела? я не хочу загадывать, возможно, я буду делать что-то, ну, вот, условно говоря, уже не сама копа, ну, так близко к продукту, а каким-то, ну, еще большим количеством продуктов, но управлять на более, как сказать, удаленном уровне, то есть такое какое-то менторство, оказывать более молодым командам, то есть там, ну, передавать им какой-то опыт, но уже не лезть в их оперативное управление, от чего я сейчас не могу избавиться, я все равно туда всегда внедряюсь. То есть я буду так более высокоуровнев, но большим количеством вещей, да, разноплановых. Может быть, буду какие-то, опять же, искать вот новые идеи, там, не знаю, может быть, стартапы или команды, и приводить, чтобы они что-то делали, а я так присматривала. А уровень это, международный уровень, или это вот все-таки Россия, Россия, Россия всегда? Ну, я, у меня нет такого ограничения, вот, в принципе, у нас сейчас есть, ну, естественно, мне интересен международный уровень, там, одно дело сидишь здесь, а ты сам себе глобальная штаб-квартира, не рассказывайте мне другое дело, ты служишь как бы в филиале, да? Да, да. Ну, у нас, слава богу, не филиал, да, у нас, собственно, штаб-квартира, и, в принципе, у нас сейчас есть амбиции идти, собственно, далеко на запад, не только, ну, ближайшие зарубежья, мы, собственно, уже давно имеем. Освоили? Ну, мы его даже не осваивали, оно само, собственно, к нам пришло. Освоилось, да, то есть, как-то исторически у нас и Казахстан, там, Узбекистан, и Белоруссия, и Украина. Друзья, одна минута уже остается. Я вот что хочу спросить. Анна, а вот, если бы вы начали свой карьерный путь, там, не знаю, 10 лет тому назад, сначала, да, вот вернулись на 10 лет, есть что-то такое, что бы вы там, ну, хотели бы поменять, изменить? Вот пришлось ли там чем-то пожертвовать? О чем-то вы жалеете там? Я, наверное, жалею о том, что у меня нету вот технического образования. Я очень хочу техническое образование, но сейчас мне, естественно, уже некогда идти там в УЗИ 5 лет учиться на программиста. Я бы, наверное, ну, без сожаления, простите меня, коллеги, журналистское образование, променяла бы на техническое. Не прощу. У меня журналистка, я им вполне довольна. Дополнение может быть, да. Давайте так, тогда уже совсем, если заканчивать нашу программу, а что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям, ну, и в первую очередь, наверное, телезрительницам, да, которые только сейчас, руководительницам или начинающим сотрудницам. Начинают делать карьеру менеджеров, то есть у них появляются первые подчиненные, там, женщины хотят построить какой-то путь себе, там, да, вот на что обращать внимание, там, что делать, там, к чему стремиться, на кем быть. Чего не делать. Да, если можно коротко. Я бы, наверное, пожелала всем женщинам не делать самим себе скидку на то, что они женщины, да, не говорить, ну, я же девочка, я же дурочка, то есть уважайте себя, уважайте свой ум, и вас окружающие будут уважать и воспринимать серьезно. Дорогие друзья, и на этом наша программа подошла к концу. В гостях у нас была Анна Артамонова, а вели программу Василий Богданов и Ирина Бахтина. До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова